Вот и в управлении соцзащиты посмотрели на календарь и вспомнили об участниках Великой Отечественной войны. Как всегда, помощь ветеранам неоценимая и безграничная. Инвалиды войны получают 100% льготы, участники боевых действий 75% льготы. Льготами пользуются они на жилье и коммунальные услуги в пределах средних норм потребления. Бесплатный концерт на праздники и парад, и хватит радости ветеранам. Финансовые подарки на 9 мая и 10 апреля пока не предусмотрены. Ну вообще как бы нету. Мероприятия будут проводиться, будет ли оказываться помощь, как ежегодно оказывалась помощь к 9 мая, я не могу сказать. О том, как хорошо живут ветераны, знают даже те, кто к боевым действиям не причастен. Людмила Федоровна ветеран, и она на себе ощущает помощь государству. Ну что мне помогает? Я живу сугубо на свою пенсию. Все. В управлении соцзащиты сказали, что делает ветеранам капитальный ремонт в квартирах. Людмила Федоровна рассказала, как ей помогли починить упавший потолок. Меня попадали потолки, чуть не убили. Ну и что? Я обратилась туда, нет денег. Вот и все. Понимаете, мне столько лет, что я перестала обращаться. Я поняла, что это все беспредметно. Пока я сама себе что-то не сделаю, у меня никто ничего не делает. Выцвешившие венки и вяршие цветы свидетельствуют о том, что о ветеранах вспоминают крайне редко. К сожалению, эти дни можно пересчитать на пальцах одной руки. Однако уже совсем скоро сюда придут чиновники с большими букетами цветов и будут рассказывать о незабытых боевых подвигах предков. А ведь герои достойны большего. Ольга Китик, Алексей Мараховский, Виталий Прус, Думская ТВ.